Вы уехали из Португалии в Южную Африку? В каком году? Валти, когда вы уехали? Нет, мои родители из Португалии И я уже родился здесь Но при этом ты знаешь португальский, да? Ты не знаешь язык? Португальский, ты знаешь португальский? Португальский, ты знаешь португальский И я очень часто visit Португальский Какие в Африке возможности для людей, которые хотели бы выйти из системы и развиться в пермакультуре? Какие возможности в Африке, которые хотят оставить этот систем и развивать себя в пермакультурном филе? Я думаю, что есть много возможностей Проблема – это желание, чтобы взволноваться и реализовать работу, которая взволнована То есть, что это слово? Возможностей очень много, но нужно осознать силу воли и колоссальность работы, которая нужна, чтобы это все поддерживать Это трудно Я думаю, что это точно Он все руками сам делает и думает, что это тяжелый труд Но это не более сложно, чем прозябать в офисе за деньги, сгнивать, деградировать и отдать в эту жизнь И покупать мертвую еду И покупать мертвую еду И покупать мертвую еду Да, но люди, я думаю, они в расслабленном состоянии Вы знаете, сидят, становятся активными Это то, что мы должны поменять людей Люди привыкли сидеть на такая неактивная работа Социальные медиа Фейсбук, соцсети Нужно вот тут менять мозги людей, чтобы это перестрасти Это совсем другая работа Это другая работа, чем работа И люди, я использую сидеть и не быть активными Ты должен быть энергичным, ты должен быть в крови Нужно быть энергичным, нужно иметь это в своей крови Да, да Сразу хлеб можно печь Сразу хлеб можно печь Ты сделал хлеб или не знаю? Нет, хорошо, потому что вчера было так много еды В Christmas То есть он хлеб не делал, потому что вчера много еды И после Christmas Но вот это вот Это кусок Он питает меня и питает рыбу Его кормят и рыбу кормят Да, да И это из куту, алмонд флауру, рая Рая Алмонд Эминтальная мука И вот это бакуит Гречка Сам печет хлеб И это из-за белых деревьев Это не горький, это не горький Нет, нет, внутри благородный Гелого горького Вот Она делает В смузи делает Они когда дешевые бананы покупают Мы сделаем сейчас А это горький? Не башен Нет, нет, потому что банана будет уничтожить вкус. Ага. Да. И я ее тоже держу в холодильнике, в небольшом табе, потому что я люблю делать все это, потому что есть белый, который выйдет. Ага, и вот это горько. То есть он все делает сразу, и в холодильнике пьет по ходу, как надо. И также я добавил немного джинджа из дерева. Я добавил немного джинджа. Имбирь из сада саморачивает, туда же имбирь кидает. Окей, да. Есть предупреждение, что веган не может быть таким энергичным, как ты. Как, откуда столько сил? Он читал книги, как выращивать животных, и ему это не понравилось. И просто принял решение. И он просто принял решение. Потому что что-то изменилось здесь. Совершенно. И я уже не могу вкусить мясо. Это было меня науше. Он уточнило мясо в западе. Это было меня науше. И также, здоровый аспект был в списке. Это было не для здоровья. То есть он не для здоровья это сделал. Ага. Это было просто для животных. Он не мог... А потом я читал про здоровье. И это был бонус. И только после этого он прочитал как... Ну, про здоровье, бонус. Это для него был как бонус. Ага. Но Алеша говорил, что ты потерял много мышечной массы. Насколько это было трудно? Это было связано там, я теряю мужественность. Он東西 естином. Эй... Это было происходит в том, что ты потерял мужественность. Но давнулся corpse calls ваетенюю ман. Потому что ты зачислиял партой в크. А снисbrания вышел много. В fatto говорить. Вité delta tит. Он не кушает все эти вот эти порошки для веганов Энерги-дринкс Я не делаю никакого этого Я просто ем бананы Для рейса Семь дейтс Виники, бананы У него очень простая диета И здесь вот зеленые Микро-грины А что вы посоветовали бы мужчинам, которые скажут Мужику надо быть мясистым, накачанным Что? Вопрос самолюбия Что бы ты рекомендовал для мужчин, которые говорят «Я нужно быть строй и бифей» Смотрите, от того, что я понимаю На Netflix, есть два невероятные фильмы О том, что движение на plant-based диет Один называется «What the Health» И другой называется «Game Changers» Есть фильмы, которые высокие атлеты Ну, качалово Перешли на вот такую же диету простую И их performance even got better И их все улучшилось для них То есть вот это он мешает с губой мукой И делает хлеб И то знаете, я его все в порядке И потом я его поставлю в горючок И так это разобрается И так я его кушаю в мусорной С Sanma встает И потом, вместо дрожжей А вместо дрожжей Вместо дрожжей Ист Да, передо мной Это натуральный ист Да Так это все Очень красиво Почему блюдо немного сухого Да, более сухого Да Поэтому хлеб такой кисленький Я просто плачу здесь, как беда. Ничего не нравится. Из-за тин, положите огонь. Это такой rocket stove. Да, это газовый огонь. Чпок. Сам сделал. И печет хлеб. То есть и камин. И это. Это тефлон бакет. Тефлон бакет. Тефлон, чтобы не... Слезет легче. Ага. И это тепло. Это просто маленький адаптик. Что участок? Нет, маленький. Сколько соток? Сколько метров? Все 600 метров. Шесть соток? Да, и в доме. Гарден, наверное, только 140-150 метров. 140 квадратов в садах. И вам этого достаточно, чтобы пропитание какое-то организовать для всей семьи? И это достаточно для того, чтобы иметь много еды для вашей семьи? Нет. Нет. Что вы покупаете и что растите сами? Просто микро-грины, просто нутриенты. Нутриенты. То есть все, что много минералов и много этого он получает отсюда. Да. А что покупаете тогда? Что вы покупаете тогда? Нет. Мука. Мука. Картошки. Да. Карбо-хидреты. Калорий-крости. То есть он очень много нутриентов получается отсюда. Но он не огромный. И herbs. Для чай. Я имею в виду чай. Я не покупаю чай отсюда. Но я думаю, что это также обучение. Это обучение. Потому что я имею в виду фруктов. Это все фруктовые деревья. Персики. Это все фруктовые деревья. Авокадо у него. То есть для него это была более образовательная тема. Вот такие нам палочки нужно наделать. Для помидоров, для перчиков. Вот тебе бамбук. Спасибо, Тони. Это хорошая инспирация. Это джинджа, о котором мы говорим. Вот имбирь. Так что мы можем перестать джинджа. Нам тоже можно посадить имбирь. Да, да, да. Вот он так растет. Вот еще один порушенный шаблон. Алеша говорил, что без помощи черных ребят нельзя такой порядок поддерживать самим. Это еще одна вещь, которую вы нашли для нас. Потому что я всегда сказал, что без черного раба мы не можем сохранить дом. И Тони делает это все же. Я сам. Но это почему он говорит, что это работа. Это дисциплина. Потому что ты чувствуешь, что ты будешь читать книжку, а ты скажешь, что ты хочешь почитать книжку? Чек, 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 чек your emails, you know, check your YouTube. Под смотреть YouTube. Yeah, yeah. And you get inspired, but no, no, no. The work is, you come out, yeah. Вот здесь выходишь и делаешь свой YouTube. Да. То есть дисциплина нужна. Тут много. Это ярро. Тысячелистник. Это хорошо для печени и боли. Как太 голова. Безель, I've got another piece of basil, I've got wild, garlic. Дикий чеснок. Вы знаете, если вы едите с деревьев, то вкусно как галик, вы можете добавить это в свои литвы, вы можете добавить в салаты. Вы будете вкусно как галик, вы будете видеть, сильный галик. Крепкий чеснок. Чего вы начинали работать с людьми вообще всю историю? Вы можете рассказать немного о том, как вы начали работать с людьми? Как вы начали работать с людьми? Да, вы видите, это была пасшина у меня, чтобы растить мясо, чтобы сделать нас более independent. То есть это была пасшина? Страстью. Страстью, чтобы выращивать еду и были саверенами, ну с едой. И я думал, что это был очень комменсенс, очень легко, но через мои годы я понял, что это очень тяжелая работа. Он думал, что это будет легко, то есть пермакультура, easy, lots of observation. И через его года практики он понял, что это тяжелая работа. То есть для большинства людей ничего нету легче, чем пойти в шоппинг-центр и купить пакет шпината. Да, да. Вы видите, потому что мы тоже, из-за ирригационной точки зрения, все растения нужны вода, чтобы выжать. То есть вся еда нужна вода, чтобы выжать. Но мы можем мульчать? Да, да. Мы можем мульчать. Но это также нужна ирригационная система, которая очень эффективна. Потому что у наших холодных паттерн, у наших холодных паттерн, это очень холодно, а потом сухо очень много месяцев. То есть у нас дождь-дождь-дождь, а потом сухо очень много месяцев. То есть нужно, чтобы были умные системы поливки воды. То есть когда дождь-дождь-дождь, нам нужно собирать воду, а когда ее нету, нам нужно использовать воду, которую мы собрали. И как это влияет на африканское растение? Потому что это требует больше управления. А, и для африканцев это нужно управление. Нужно открыть воду, посмотреть все трубы, ну, поломанные. То есть вот такие менеджменты нужно делать. А black people, the africans, are not used to it. Because they're used to the rain coming, irrigate the corn, they eat the corn, they save the corn. А потом засухо. 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 Африканцы привыкли. Вот льет дождь, еда растет, они собирают. На зиму, когда дождя нет, у них есть. А сейчас с переменами. So basically, weather changing is causing a lot of... Causing a lot of turbulence in the whole system. Дрение, турбуланс. Но я не думаю, только в Африке. Когда я был в Португалке, они мне сказали, что Холландцы 移ли в Португалке и используют технологии для растения. Потому что люди там расслаблены. Они уже не хотят растения. Они не хотят растения. Они просто хотят расслаблены. Они очень маленькие. So we've got people from outside bringing in technology to grow intensive, highly productive crops in smaller areas. В Португалии сидят, просто ждут. Ну, хочет релаксинг. А в Холланд. Холланд это... Амстердам. Люди оттуда едут и закупают земли в южной Португалии. И приходят с очень крутой техникой, чтобы выращивать очень много еды в маленькие пространства. Потому что люди не хотят выращивать еду больше. Потому что португалии люди расслаблены. Ну, смотри, я просто говорю про эту специфику. Он про некоторые места говорит, не все. Это просто тренд. Потому что мы хотим сделать немного меньше. Ну, вообще тренд человека это делать чуть поменьше. Что можно посоветовать людям, которые сейчас в растерянности, не понимают, что с переменой климата нужно образовываться, чтобы вести диалог с землей. Что деньги не выкормят людей. И деньги вообще ничего не решают. Вот это все в общем. Ага. 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 яркий, ест на своей машине. То есть это результат, не денег, а в твоей головы, да? Ему необязательно это делать, но вот ему нравится, и поэтому он разрабатывает вот эти простые технологии. А что же делать простым, бедным людям, необразованным? Они же так и будут воровать, и мы колючей проволокой не защитимся. Три-четыре забора мы вчера видели. Три-четыре забора мы вчера видели. Два электрические забора, и боб-вайр. Я имею в виду, мы не можем продолжать это делать. Что бы плохие люди сделать? Да. Смотрите, это очень сложная вопрос, потому что я думаю, что это должно быть связано с государством. Как они могут создать экономию? Я имею в виду, я думаю, что... Но опять же, мы пытаемся ждать государства. Мы не можем ждать государства. Люди умерли сейчас. Да, да, я понимаю. Но люди... Мы в этом адвитации. Консумпция. Ты нужна это, ты нужна это. Тебе нужно вот это. Тебе нужно вот это. Тебе нужно вот это. Нам нужно унизить... Вначале снизить свои запросы, то есть, да? Запросы, консумпция, сколько мы хотим жрать, мы хотим... Нам нужно меньше. Когда он идет в периферийную деревню, они все ему говорят, Тони, дай нам смартфон. То есть, для них вот эта важность осталась, чтобы быть на фейсбуке и на ватсапе. Это очень аддиктив. Это что такое аддиктив? Зависимость. Зависимость колоссальная, потому что потребительское вот это вот. To sit and WhatsApp. Это как алкоголь. Это как алкоголь. То есть, хорошее чувство жизни без изобилия. Это бушманы, которые в Африке жили до этого. То есть, как они очень так трепетно подходились к нему пространству, что земли матушки, что они здесь корешок сидят, здесь ягодки сидят, здесь чуть-чуть сидят. То есть, них изобилия не было вот этого курицы, индюшки, вот этого. Но они жили в достатке. В балансе, в достатке. В достатке. Это было достаточно. И они были в балансе, так в тюнении с их оборудованием. Они были в колоссальном балансе с их пространством, землей. Но, впрочем, у вас были курицы и буты, которые приходили из Африки, в стране. И потом, белые, африканые фармеры, приходили сюда. И как это уничтожило, уничтожило их оборудование. То есть, с севера шли с коровами и с козами фермеры, хотели выращивать на их землях. А снизу шли белые, которые тоже захватывали земли. И все эти две массы столкновились и убили земли, на которых эти бушманы жили. То есть, они повредили. И... И... Ну... И... И огромный алкоголизм пошел сразу. Вот она, безысходность. Как в Северной Америке и Индиан. То же самое произошло. Они сейчас в резервах, все в лагерях понатыканы. И люди хотят забыться алкоголем. И они хотят просто забыть алкоголь. Просто забыть. Просто забыть. И как бы забыть от этого. И теперь вернуться к жизни с землей. Я сейчас попробую уйти из этого и жить обратно к земле. Но я думаю, что основная вещь, что... Вместо того, чтобы пропагандировать пермакультуру, я думаю, чтобы люди начали, где они живут. Начали в их маленьком, в их месте. В чем они живут. Вместо того, чтобы пропагандировать пермакультуру, просто дайте людям... Вдохновите их начать в своем маленьком пространстве, где бы они ни были. Вон, амаранц у него. Вон, амаранц у него. Пигweed. Пигweed. Какое знание о том, что это еда. Это knowledge that this is food, then. This is important. And you can eat it. Пигweed. This is like lettuce. Much better than lettuce. It's got omega-3, 6 essential fatty acids. Все омега. Все омега. Вон, вон сорняк. Да, мы думаем, что это сорняки. Все омега... А мы бы это выпало и бросили. No, people would chuck this away and throw it away. They pull it out and they throw it away, correct? То есть это сорняки вот так, вот так пишут в него. It takes a bit of time to pull out all these leaves, you see. Ну, видишь, нужно время, чтобы каждый листик отвинтить. Если пойти купить, да. Easier to go and buy. Easier to go and buy and have a big lettuce and you take one leaf, you know. And you put it on your sandwich, you know, one leaf. То есть лучше купить большой салат и поставить один листик на бутерброд и съесть его. And again, it's the mindset. То есть это все с башкой. Why couldn't they just take this and put it on their sandwich? Почему вот это не сделать и положить на их нибудь оброд? То есть нам нужны новые концепты верования, новая религия, пермакультура. So we don't need a new religion, permaculture or anything? That's the problem. Вот это проблема. Yes, because you get a lot of people saying no, but I need to go and do a course on permaculture. Мне нужно сделать курс пермакультуры, чтобы начать. Yes. And look, and I want to go and do the course first, I need my piece of land first. Мне нужен кусок земли сначала, мне нужен курс сначала, мне нужен трактор. That's the problem. That's the problem. No, get away from the tractor, if you can. I mean, that's investment, that's a lot of money. There's a lot of money. There's a lot of money. Look over there, I've got, you know, I'm just trying to find a space because of all the trees. Some little millies, you know, like you also grow. I found the light, and the kukurus came. This is, what's those, asparagus? Asparagus. Yes. Is it just for beauty? No, you eat it. Yes, it grows like a little thing, you know, asparagus. It grows around there, but it's not the time now, this is now going to flower. So, you see, cabbage in between there. Yeah, kale. I just let it seed itself. I don't plant it. But it doesn't grow. 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 Look, my mother has been planting some beetroot. Some beetroot over there, some carrots. Norkovki. Yeah, you know, the little carrots there. This is a, this is a pomegranate. Ah, pomegranate. This is red, with the seeds. What? There's a lemon as well. Oh, yeah. This is, this is lemons. Also, grew from seed in the garden. This is a ginger bush. We have, with us it's like this. Ginger bush, eh? Ginger bush. We have it. And what can you do with it? Just, you make tea and it's very strong. 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 And then she, my mother also grew some lettuce. And then this, this is lamb's quarters. What? Is the lebedo sweet? Yes. This is so nutritious. Very delicious. Opa! We're throwing lebedo into Russia. They throw it away. No, that's the problem, eh? No, that's the problem, eh? If you could chop this and put in your lettuce, or if... These are macro-greens. A lot. A lot of micro-elementes. A lot of micro-elementes. A lot of. Lebedo? Yes. A lot of which we always had to eat. And to throw it away. It's constantly work to remove the weeds. And to throw it away. You see, it's that education. It's like this education. Yes. There's my Jerusalem artichokes. This is Himalayan raspberry. Himalaya. Malyna is Himalaya. What can a simple man start with something simple? Just a final advice of just... Yeah, look. Again, if the hope is not good, I would encourage them. I want to go back to the mind. Because it starts there. If I'm standing on the side of the road with a sign, no job, no food, what can I start with? Yeah. I want to start. I do believe. I'm just going to check this sign down. And what's the first thing I do? Yes, yes, yes. What do I have to go? Look, all our characters are different. So maybe for somebody that's got very little hope, go to one of these NGOs, Farming God's Way, or maybe there's another organization nearby. And instead of us giving money to the beggars, give it to those NGOs that are doing this work. So, to give money to these people, to these people, to these companies, to teach people a basic permaculture knowledge. Or we can give them some seeds. Yes, but seeds. With seeds goes responsibility. And do they have the responsibility? I don't think it's there yet. Because they live. They live wild. You know, it's like wild. And they're in the city. So they're adapting to the system from your sympathy to give them some money. And people give. People give plenty. Люди дают очень много денег. Ну, не очень много, но всегда дают. Дать денег, значит, не бомжам, если я хочу помочь. Значит, я должен дать денег каким организациям? Назовите имена, прям, для примера. Это очень важно. Farming God's Way is a good organization. I personally think, from what I've read, in their vision, in their aims, I mean, they cover, I think it's three basic principles. They talk about not disturbing the soil, so they don't go for much cultivation. То есть, не переворачивать почву у них. Crop rotation. Картошка в этом году, в следующем году, горох, то есть, ну, перемена, да? Чтобы земля восстанавливала. Regeneration of soil. And then mulching, which they called, which they called God's blanket. Ага, mulching, which they called God's blanket. То есть, он вот это прочитал, и он чувствует, что организация с правильными принципами. Farming God's Way, if you're in South Africa. То есть, если эти три принципа есть, значит, организацию можно поддержать финансово, да? То есть, если эти три принципа есть, то вы скажете, что это хороший начальник? Это, где я трансплантил эти латтусы, вы видите? И этот я решила оставить здесь. Так что он довольно большой, в маленьком поле. Смотрите, из мусора собрал. Так что здесь мы сняли какие-то бренжи, чтобы вырастить. Ага. Это семинары. Бамбук. Бамбук сам будет выращивать бамбук, чтобы делать те палочки и треножки, которые показывают. О, надо же, заборчик растет сам. Это watercress. Он водяной кресс. Его можно в болотах выращивать. Вот это microgreens. Микронутриент. То есть, очень маленькие пространства и очень много... Это для мыла. Да, для мыла растения. Обалдеть. Да. Соп, вот. И вот здесь, вот здесь, это я делаю из пomegranates. Ага. И это начинает выращивать сейчас. Гранат. И я люблю это больше, чем это. Потому что это у него твердя. И в середине, когда это начинает дождаться, пomegranates открыты. Ага. И вот здесь, что я нашел из коммунистов. Вы знаете, это, что вы узнаете от разных вариантов. Это у нас остается закрытым. То есть, гранат открывается со всеми семенами, а это... А это? А это? А это закрытым, как в магазине покупаешь. Ага. 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 И я также делаю фиг-коттинг. От фига отрезает и кладет. И здесь есть лимон-вабина, тоже. И вот, маленькая маленькая. А это было авокадо-дерво, и это умерло. А вот это... Авокадо-дерво умерло. Три года подряд давало по 150 авокадо каждый год. А сейчас что-то худо стало. Но я не уверен, почему оно умерло вот так. Вы знаете, что... То есть, вы его отрезали? Нет, нет. Он просто умерло. Посмотрите, вот этот... Он начал умирать, и он его просто подрезал. Ага. То есть, по этому как обучаешь. Пока поздно учиться, да? Вы говорили о том, кто говорит, что у него нет земли, бла-бла-бла. Помнишь, когда мы делали курс Джон Джевенсом? Ага. 10 лет назад. Мы сделали курс Джон Джевенсом. Книжка «Как выращивать больше еды в маленьких пространствах», в малейших пространствах. Мы вместе делали курс. Ага. 4 женщины в Индии, и всем дали одинаковый кусок земли, маленький кусок земли, но он не знает размеров. Такой же одинаковый компост, семян, все одинаково дали. То есть, 3 женщины использовали все их места, которые были объявлены, чтобы планировать все их растения, манюр и воду. Одна женщина взяла только маленькую часть земли, которая была дана, и поставила все ее растения и ее компост. В конце этого женщина, которая выбрала только 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 piece of that whole piece of land, производила больше еды, чем другие, которые взяли всю землю. То есть, 3 женщины взяли всю землю, раскидали все семена на всю землю, что дали, весь компост, всю воду. А одна женщина взяла четверть или меньше, очень маленький кусочек и вложила туда семена и удобрения, и поливала аккуратно. И в конце концов, она выросила во много раз больше еды, чем те, которые взяли всю землю. То есть, ответит на наш вопрос про, у нас нет земли, у нас нет этого. Да, вот и выводы. Ага, то есть, растягиваешь себя, туда нужно пойти, туда, огромный кусок земли, везде все посмотреть, воды не хватает. А эта женщина все под своими глазами, все видит, кто у нее, кто жрет, не жрет. То есть, ну, менеджмент был намного легче на меньшей участке. Да, ну, что они говорят? «Лес – больше». Чем меньше, тем больше. Чем меньше, тем больше, красивее. «Лес – красивее». Да, это концепт. Априкот – это персики. Это фрелесосад. И я оставил его маленьким. Да, это амарант. Амарант, мы всегда его дергаем. Он семена делает в кашку. Он делает много семена. Да, но вы тоже можете это съесть для шпината. Как шпинат можно кушать. Угу. 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 Да, я ее покупаю. Угу. 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 Не знаю, п joyful — вот есть. Не опасно — у нас его место. К стоит repo. Не опасно. В крупной ruinю. Угу. 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 Это весьüm способ отец. Угу. bbe. Угу. Угу. Ага, короли клали вот это в их ботинки 400 лет назад. Для чая, очень вкусный чай, очень полезный чай. Смотрите, смотрите, как я пускаю, я должен поймать это завтра. Завтра нужно собрать, то тут уже готово. Ага, проблема человеческая. То есть фос, то есть не тормозись. То есть поэтому он создал такие, водой нужно вот так поливать, разогревать воду, это его заставляет затормозиться. Гуавы. Видишь, где компост находится? Около дерева, все соки идут в дерево. Побольше водяных баков купил. Вода в кухне, твердые, мягкие в биогаз. И это дерево. Для дерева все маленькие кусочки. Для дерева. Для дерева. Для дерева. Для дерева. Для дерева. Собирает дерево. Ломает, собирает руками. А как потом? Печку топит. Печку. И печет хлеб в печке. То есть вот. Все безоходное производство. Круговорот. У него нет мусора. Да, да. Очень маленькое. Очень-очень маленькое. Что ты делаешь? Нет, это моё грей воду. Аааа. Ты видишь, это от лечения. От лечения. От лечения. От лечения от кухни. То есть его серая вода из машины, стиральной, из кухни идёт сюда и он ничего не чистит. Ты просто? Да, я беру и я пойду в дом, в фруктовые деревья. В фруктовые деревья поливают. Ааа. Так, когда ринзка приходит, вторая. Потому что, ты знаешь, это ринзка. Так, это отлезает всю воду. Потом ты добавляешь в новую воду. И в вторую воду я беру вот эту воду. Вот так он делает, смотри. То есть, первый он выкидывает воду, а второй... Ага. И наливается. Сейчас тебе покажут. Подогрев воды. Угу. 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 Уду thegeben button, мне Folks. У Moving. Да, я назвал потом, когда было такое коверное панель. Ноlement я получилось ... Видишь, простой пластик, кусочек пластика дешевый Я сам сделал это То есть это медива от копа пайп Чёрпа красным-чёрным и вот он делает горячую воду То есть вот тебе и батарея получается солнечная Горячая вода для душа Для горячей воды Нет электричества Горячая вода идёт вверх Холодная вода вот сюда заходит Она подогревается и сама идёт по себе без насоса наверх Потому что горячая вода всегда идёт наверх А там бочонок И он Сиркуляет по себе По себе Успевая принципы природы Потому что бочонок Сверху не подальше Не подальше Очень важно, что бочонок над этой системой Тогда она сама прокручивается Холодная вода опускается, горячая вода поднимается Но это только работает, когда солнце не благословит Только работает, когда солнце Когда солнце не благословит, я использую мою светлоэкшенжер Когда солнце не жарит, тогда он использует что-то другое Вот, когда солнца нету, он подогревает воду через эту трубу Окей? Что случилось здесь? То есть, вы видели этот бочонок внизу? Помните вот тот бочонок, который он использует под печку? Который он вытащил? Да Он приносит его здесь с деревом, набивает его Ставит его сюда и зажигает костёр То же самое Это double pipe, покажи ему две трубы тут Медиевая труба, три медиевых трубы Вот так идёт И вода нагревает все три трубы А туда идёт в одну трубу Ага, все три трубы потом соединяются в одну трубу Вот в ту, наверху Холодная заходит сюда На три выходит Расходится на три Они все подсоединены, да? Буквка Т И наверху буковка Т собирается в ту верхнюю И вот горячая вода Как тот же, такой же принцип Но только здесь он использует огонь как солнце То есть он или использует солнце, или использует чуть-чуть огня Ту же печку просто снизу приносит и ставит сюда Да, а дрова он собирает все в кучку маленькую Вот он Вот из этого маленького сада, покажи сверху Это все вот эти маленькие дровишки только отсюда, да? Да Это то, что можно сделать Но да, я должен был купить стил Да, ему нужно было купить, принести железо где-то, взять трубу То есть позабочиться чуть-чуть Да, но не покупать за бешеные деньги Но это не очень дорого Нет, это не дорого Нет, это не дорого Но нужно чуть-чуть скилзов Нужно чуть-чуть творчества, навыков У него и у него электричество, если он может использовать И надо Потому что у меня есть элемент Внутри моего контейнера Внутри? Нет, нет Ты знаешь, один контейнер Да Один гизер У него есть элемент Который может использовать электричество, если я хочу Ага Да В том бочонке, который на крыше Он там поставил бочонок Там Подогревка от электричества То есть если ему В пень не хочет зажигать огонь И нету солнца То он может просто включить электричество И у него будет Горячая вода То есть выбор есть Не одна решение, а три разных решения Чтобы подогреть воду Да Тони работал как волонтер Сам выращивал еду в парке Три месяца назад он сказал Как много лет? Восемь лет делал это Люди приходят и помогают Африканские люди Потому что вы выращивали Для них Вы выращивали Для себя Он чуть-чуть Для себя выращивал И остальное им давал И я делал это Потому что это была Пашина Это его была Пашина Да И я обнаружил Что я обнаружил Это Чтобы пытаться Мотивировать людей Там была Секретарь Там Там Она 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 Вдохновилась И принесла Свои семена И Начала Но А Но Нужно Менеджмент Потому что Нужно Менеджмент Потому что Они Выращивают Много еды Но Люди Берут И Просто Хавают Почему Эй Мы Уже 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 Дети Нужно Выживать Они В Выживательном Пространстве В своей голове Они Просто Берут Они Готовы Они Готовы Были Покупать У него Еду Но Он Не Хотел Тони Открывать Магазин Это Не Его Это Потому что Я Я Вдохновил Сам И Хотел Вдохновить Других Людей Выращивать Свою еду На публичных пространствах Не В итоге Не Вдохновил Вдохновить Некоторых Вдохновил Негативные Критисы Позитивные Люди Другие Магазин Старые Люди Гороб 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 Вдохновил Но тогда у нас тоже были муниципалитеты, которые были субконтракторами, которые пришли и чистить парк. И если я не был там, чтобы им не чистить, то они просто рвут всю мульчу. Они уничтожили мою инвестиционную систему. То есть в парке, когда компания приходит и очищает парк, режет траву, если бы Тони там не был, они все его трубы рвут, убирают всю мульчу, выкидывают. Мульчат такое важное, то самое важное, они мульчу возьмут и заберут. То есть, это не было обеспечения с верхней стороны. Да, и я продолжал рассказывать это, но они привезли новые контракторы, потому что управление нашей муниципалитеты. Это идет через термой. То есть, он этим объяснит, следующую неделю другие приедут уже, потому что сверху там разные компании берут это. Но там это, короче, хаос полный в нашем правительстве, и поэтому меняется кто приезжает, очищает парки. То есть, этим объяснишь, в следующий раз другие приедут, опять трубы порубят и мульчу забирают. Он много научился взять критизм и позитивный, и негативный. То есть, ну, отпустить, в конце концов, восемь лет уже вел, и энергия уже чуть поменьше, и отпустил и дал другим. Ну, какие выводы? Ну, какие выводы? Ну, квинфистенция, понимание, что для чего все было. И что люди получили, и какие люди получили. И что люди получили, и какие типы люди получили эту искусство или инспирацию? Да, да. В общем, для меня большая реализация, что это никак не романтично. Это не романтично. Это не романтично. Но в начале казалось, что романтично. Но в начале ты думал, что это романтично. Абсолютно. Много энергии. Вааа. И потом я начинал, ты знаешь, ты идешь на стены, ты получаешь трудности. И потом... Что трудности? Какие трудности? Какие? Ты вставляешь все работы, и ты видишь, что люди не следят тебе. Они не поддерживают. Да, есть. 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 То есть, он вкладывал очень много работы и видел, что люди не вдохновляются его шагами. И просто... И просто... И просто... Как ты делаешь? Да. Слушай, для меня... Также большая реализация, которую я понял, это... Я очень блестен. Я становился более благодарен. И... Я становился более реверентом, как наша еда выращивается. У него много респекта произошло для того, как наша еда выращивается. То есть, когда я ем мясо, я понял... Все эти люди, которые выращивали эту еду для меня... Они... Они работали трудно, чтобы мне это было. То есть, у него большое понимание, что когда он какую-то еду кушает сейчас, что... Сколько в нее вошло энергии, чтобы эта еда оказалась на столе вот до него. То есть, это был, наверное, один из самых больших уроков для меня. Самый большой урок, который... Больше респекта, больше реверентства для того, что я потребую. А выводы относительно людей мира, что... Вот я приду, помогу, спасу, только надо научить. А люди говорят... Они просто говорят... Пошел ты все. И они просто говорят... Ах, ты все. Коррект, коррект. Each one has got his own path. Like, you have a realisation, where you took off from there. Да, вот как отпустить иллюзию, что можно спасать мир. Отпустить иллюзию. To save the world. What... Он понял, что он не сможет спасти мир Может быть, эго и тупость в башке, что он думает, что он спасет мир То есть, я его приземлила То есть, я могу сам научиться только, да? И все, что ты можешь делать, то ты можешь научиться Я думаю, что есть цитата от Ганди, которая говорит Они спросили ему, но Ганди, что твоя миссия? И он сказал, что моя жизнь – это моя миссия Так что, как ты действуешь, как ты живешь Это твоя миссия Ганди спросили, какой твой посыл? А Ганди говорит, моя жизнь – мой посыл, как я живу Послание, да? Это и есть посыл Как я могу поменять мир чуть-чуть меньше в своей жизни Только могу поменять себя Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok